Сегодня Меджлис, посвященный ко дню траура двух великих людей, Хаджикасыма Сулеймани и Абу Махти Аль Мухандиси, отважных, духовных, великих генералов, шахидов исламского мира. В этом мире полным угнетением очень сложно найти человека, который способен отстаивать науку перед угнетателями. Того, кто не оставляет врагов и боится только Аллаха, отважный и отважный, решивший вступить в войну против врагов ислама и угнетателей. В конце концов, таким образом отдал свою жизнь на пути Аллахам. Все мы слышали знаменитую фразу мнаца имама Мухсейна, алейхиссаляма. Эту фразу мы видим на месте, в городе, рядом с картиной Сардара Сердец, Касыма Сулеймани. Генерал-лейтенант Хаджикасым Сулеймани был символом роста и праведности. Он покорил сердца не только в Иране, но и во всех частях мира. Касым Сулеймани думал и мечтал всю свою жизнь стать мучеником, отдать свою жизнь на пути Аллаха, на пути ислама. Он был бойцом на поле боя. Человек, который своим остроумием, умом, большим опытом сорвал плану врагам. Это позволило организации ИГИЛ и других террористических организаций прийти к взаимопониманию. Хаджикасым Сулеймани защитил людей, жизни, имущество дорогих людей Ирана и за пределами Ирана. Более 14 веков назад имам Мухсейн, алейхиссалям, начал путь, который продолжается до сих пор. Изменились только его внешний вид и икона. Защита ислама и борьба с ошибочными убеждениями были одними из важнейших целей восстания имама Хусейна, алейхиссаляма. В эти годы Сардар Сулеймани и его единоверцы опередили путь и методы имама Хусейна, алейхиссаляма. Сопротивление Хаджикасыма Сулеймани Глава иракского Курдистана Масуд Барзани говорит Когда силы ИГИЛ заняли подступы к городу Ирбиль, мы всерьез начали опасаться того, что они могут захватить наш город. Тогда я связался с представителями многих стран, таких как Америка, Турция, Франция и даже Саудовская Аравия. Но они все отказали, сказали, что на данный момент не могут ничем помочь. Тогда я в срочном порядке связался с Касымом Сулеймани и в подробностях разъяснил ему, как обстоят дела. Касым Сулеймани сказал, завтра после утреннего намаза я прибуду в город Ирбиль. Я ответил ему, завтра может быть уже поздно. Он сказал, продержите город хотя бы одну ночь. На следующее утро Касым Сулеймани был в аэропорту Ирбиля. Я поехал его встречать. Как оказалось, Касым Сулеймани прибыл со своими 50 специальными бойцами. Они сразу же отправились в горячие зоны, где сумели быстро организовать передовые и ударные отряды. Спустя несколько часов чаши весов склонялись в нашу пользу. Через какое-то время нам удалось взять в плен одного из командиров террористов. Мы спросили у него, что стало причиной тому, что они обратились вспять. Ведь еще совсем недавно они штурмовали наш город. Он ответил нам, наши источники в Ирбиле узнали, что в город прибыл Хачакасым Сулеймани. Это стало причиной того, что наши люди пали духом, поэтому мы были вынуждены отойти назад. Вот кем был отважный генерал Хачакасым Сулеймани. Продолжение следует...